Вместе с апрельским снегом на голову Наринмарцам свалилась новость об очередных изменениях в правилах дорожного движения. Они коснулись как мотоциклистов, начинающих водителей, так и опытных любителей покрутить баранку. Теперь водителям придется поплатиться рублем за отсутствие, например, специального знака «шипованная резина». Как говорят госавтоинспекторы, все нововведения направлены на снижение уровня аварийности с участием начинающих водителей, а также тяжести последствий от возможных ДТП с их участием. Но тогда при чем здесь опытные автолюбители и наклейки на их драгоценные автомобили? Длина стороны треугольника 20 сантиметров, черная буква «Ш» в ярко-красной рамке. Этот знак информирует водителя о том, что на льду тормозной путь впереди идущего автомобиля будет гораздо короче. Если до вчерашнего дня госавтоинспекторы за отсутствие такого знака могли просто поругать, то теперь наказывать будут рублем. Что касается обязательного размещения опознавательных знаков на транспортном средстве. Что это могут быть за знаки? Знак шипы. Если в автомобиле диски шипованы, то обязательно этот знак должен висеть на автомобиле, прикреплен на автомобиле сзади. Также, если это начинающий водитель, то такой опознавательный знак у него в обязательном порядке должен быть. Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за данные нарушения. Согласно статье 12.5.1, это предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Автолюбители же с новыми правилами в корень не согласны. И сетуют на шиповке зимой передвигаются практически все автолюбители. Но правило есть правило. Конечно, необходимо, но сейчас смысла уже нет. Потому что все зимой ездят на шиповую резину. Так что, я думаю, смысла нет. Но раз требуют, значит, надо. У каждого свой взгляд, на чем ему ездить. Шиповка или липучки, сезонка. Честно сказать, ну, наверное, нужна наклейка. Поеду, куплю. А купить наклейки в Наринмаре оказалось просто нереально. Мы заехали в два самых крупных автомагазина города. В одном всю партию наклейк вчера смели буквально за полтора часа, а другой просто оказался не готов к такому ажиотажу. В магазине этих наклейк нет? Нет, ДАСГ и не предупредили, что такой закон примут. Так, и когда они у вас будут? Сегодня после обеда. После трех. У нас их не было в этом году вообще. Закончились. Ну, насколько я знаю, что у вас сегодня не появится, да? Сегодня нет. А когда появится? Возможно, завтра. Возможно, завтра. А вообще приходят, спрашивают, как часто спрашивают? Спрашивают, ну, раз в 30 на дню. Чтобы обеспечить население наклейками впрок, за дело взялись все производственные компании и типографии города. Конвейер по изготовлению стикеров, по их словам, не останавливается ни на минуту. Люди звонят к нам целый день вчера. Сегодня уже с утра. Мне на личный телефон звонят мои знакомые. Звонят к нам в офис клиенты и спрашивают про эти наклейки. Вчера мы напечатали, ну, где-то 200. Сегодня мы уже с утра печатаем 400 наклейок. Мы напечатали, и у нас станок не останавливается, потому что спрос на эти наклейки большой. Водители негодуют, для чего это нововведение ввели именно в этом году, а тем более в апреле. Ведь через пару месяцев наринмарские автолюбители будут менять зимнюю резину на летнюю. И придется эту наклейку снимать. Но если уж закон появился, то лучше все же его исполнить. Ведь вместе со штрафом могут появиться и другие проблемы. Если вы попали в ДТП и при зимней резине у вас на машине не будет этого значка, этот фактор также не в вашу пользу. Формально виновником этой аварии являетесь именно вы. И отвечать вам придется по всей строгости закона. Проблемы могут возникнуть и в страховой компании, которая, ссылаясь на отсутствие этого знака, просто откажется выплачивать вам ремонт пострадавшей машины. И платить придется вам лично. Елена Семеновичева, Дмитрий Лукевич, Владислав Носкин, Телеканал Север. Продолжение следует...